как в том анекдоте валера настало твое время сегодня у нас ребята распаковка небольшой обзорчик на вот такой вот 112 dual vseo system стулом модуль от компании b рейнджера мой модулярный рэк для создания моего собственного модулярного светизатора добавят сегодня еще модуль от бехра ребята поэтому не забывайте про локуса подписочку и вот такие вот замечательные провода от эрики подъехали коротенький ну что ж приступим к распаковке начнем пожалуй с распаковки проводочков провода сами по себе коротенький у как некрасиво разорвал но у нас же с вами распаковка сегодня еще кроме обзора 20 сантиметров длиной то есть совсем коротеньким но не 10 сантиметров как бывает знаете 20 сейчас посмотрим что они представляют из себя по качеству довольно знаете они такие немягкие жесткие провода ожидал что будут помягче связано вот такой вот перемычкой река синт патч кабеля 20 сантиметров разорвал к сожалению упаковку потом выкинуть такие знаете реально такие жесткие провода то есть не как вот например когда мы дело имели с монстр каблем монстр кабл с или компания монстр там такие знаете мягенькие провода были здесь такие узнаете довольно такие жесткие хотя по жесткости чем-то может быть напоминают вот например этот провод гораздо мягче у меня вот black market компании гораздо мягче вот этот кабель по жесткости вам пожалуй чем-то напоминает может быть кабель от муга что-то в нем такое знаете что-то в нем такой вот муга вска даже присутствует хотя он тоньше ему сказал да разъемы сали неплохие контакты посеребренно не позолоченная то есть ничего никаких изысков никакого знаете там супер и безумного счета по этим кабелям сказать не могу ну как для патчинга сойдет грубо говоря вот такие вот пять маленьких кабелящиков обошлись где-то в 12 долларов за вот эти вот пять штук грубо говоря сколько там больше 2 долларов штука получилось ну нормально сойдет и так сам модуль от бехре первым модуль от компании бренджер еще ни разу даже скажем так в руках не держал модуля от этой компании иногда некоторые банджер ругают некоторые банджер хвалят сам модуль эмулирует звучание систем 100 сколько я помню вроде бы системы это было восьмидесятых годов синтезатор был от роланда если не ошибаюсь такой вот замечательной коробочки приходит тут можно рассмотреть сам модуль прям фотография модуля в отличие от коробки от redbox и то что мы раньше сами распаковки делали тут сам модуль он таким рисунком схематично идет а у бехре прям фотография модуль это знаете радует на самом деле такой формат внутри нас трещает шлейф вполне себе неплохой я оба я оба внутри нас трещает ребята я оба я оба видите я оба класса еще название цифра и вот сам модуль приходит вот такой вот упаковки кстати опять же дредбоксовский модуль он же без упаковки приходила этот прям такой запакованы замотаны приходят прям вот знаете так вот у ребята ко мне в руки попала офигительные наклеечки от компании бренджер с логотеп щекам вот это вот это поворот винтики в модуле бренджер они черного света у dragbox они такие светлые металлические черные винтики фирма прям фирма и прямо смотрите еще мануал ты посмотри а мануал в комплект положили после dragbox у которого никакого мануала не было здесь еще характеристики технические мануал лежит вот это ребят удивляет вот впервые смотрим встречаем мануал чем даже мануале и кабель указаны где что какие контакты где какой переключатель указано что как что обозначает и что для чего здорово это знаете так приятно вот вы бренджер как говорится по поставке бренджер ну по цене по цене не слишком дороже выходит чем дредбоксов который у меня ой извините стоит дредбоксовский модуль всего шка да но он одиночный модуль а тот что от бэхра приехал а тут какая плата смотрите двухэтажная плата куча всего напихано внутрь ну реально куча всего напихано разъем для шлейфа зеленая такая платка с этой стороны можете даже рассмотреть ее немножко а тут двойной висе о то есть тут не один осциллятор ту два осциллятора вот там модуль переключатель щелкает хорошо щелкает как должен щелкать хорошие щелчки добротные очень тугие вертелки переключатель типа волны аналогично очень тугие хорошо приятно контролируется вертелки крутилки но бы в данном случае типа волны так разъема для того чтобы вставлять болты для прикручивания сюда идут висе обозначения логотип снизу название модуля точнее номерация тоже снизу все крутилки перекрутить хочется но как же иначе тоже тугие тугие но бы такие большие снизу и тут у меня вполне себе такой знаете добротный модулек на самом деле очень так приятно приятно даже в руках держать металлический сверху тяжелые ребята реально тяжелый стране с дредбоксами он тяжелее так приставим его на место посмотрим как он встанет может вот здесь пока и закреплю у меня хотя уже место в ящике заканчивается осталось место для какого-нибудь для одного либо для двух может быть пика модулей может что-нибудь себе пика размера возьму потому что уже даже дредбоксовский модуль же сюда не влезет так что вот ребята места заканчиваются подключаю на место надеюсь вам понравился такой вот обзор я подключил с вами попробуем послушать как это все дело звучит соединим кабель разъем здесь снизу находится главное не перепутать местами кабель вполне себе такой стандартный все название у него конечно прикольные я оба короче обзорная оба сегодня на бережер моду да так втыкается кабелек как обычно разъем как кстати попроще вошел чем в модулях вот дредбокс они как-то потуже становится здесь полегче все вошло гораздо то есть но не с таким усилием пришлось втыкать попробуем сам модуляр воткнуться так втыкаемся в коробку одесса ткать вот в питание во второй разъем большой для питания которые входят сам саму артуре он достаточно плотно сел просто поставим его здесь и прикрутим на фирменные черные болтики которые шли в комплекте с этой бехой довольно таки смотрите неплохо смотрится модуляр заполненный полностью уже практически есть сюда вот каком-нибудь пика модуль встанет один или может быть два пика врезать не знаю можно попробовать посмотрим пика модуля как раз планировал что-нибудь перекупить может какой-нибудь пика секвенсор или какой-нибудь пика войс от компании эрика синт надо будет попробовать так волки положим здесь этим прикручиваем показываем всю процедуру посадки модуля кейс прикручиваем сверху один разъем я на два болта обычно сажу некоторые люди садят на четыре болтика я ленюсь и делаю это на два один снизу ой один сверху прикручиваю даже видите не вырезая эти моменты монтажом у вас на обзоре просто прикручивание вместе прикручиваем вместе с вами евро раку ну вот так вот это все выглядит смотрите смотрите что получилось вот так вот выглядит все мои модули сейчас собранные 10 указать пика модуль еще может один или два влезет вполне неплохо на самом деле вполне нормально опа было остаточное питание наверное так нужно подключить питалова включить удлинитель вроде включился и можно включить всю эту систему включаем такого баринжера судя по всему лампочек никаких нет индикации он как есть ну что ж будем патчить сейчас послушаем с вами что все это представляет на патчите сейчас все это все 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok